МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Наринмарский авиаотряд определит подрядчика, который будет выполнять пассажирские рейсы по маршруту Москва-Наринмар-Москва. Согласно условиям, рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам в период с 1 июня по 31 августа. Вместимость воздушных судов при этом должна составлять не менее 50 мест, а время перелета из Москвы в Наринмар и обратно не более 5 часов. Норма бесплатного провоза багажа на одного человека составляет не менее 23 килограмм. Ручной клади не менее 10. Максимальная стоимость билета для взрослого – 9 тысяч рублей. Для детей от 2 до 12 лет – 4,5 тысяч рублей. В прошлом году победителем аукциона на оказание услуг по организации пассажирских авиаперевозок по маршруту Москва-Наринмар-Москва на период летних отпусков стал Коми-Авиатранс. В этом году подрядчика определяют 13 мая. Заявки принимаются до 6 мая. Минимальная цена закупки составила более 17 миллионов рублей. До границы и не дальше. В преддверии летних отпусков отделение пенсионного фонда напоминает о том, что льготный проезд, который раз в два года предоставляется неработающим пенсионерам, оплачивается только по территории Российской Федерации. Проезд оплачивается в плацкартном вагоне поезда, эконом-классом в самолете, внутренним водным транспортом в каюте третьей категории, морским в каюте 4-й и 5-й групп, а также автобусом по маршрутам регулярных перевозок в междугороднем сообщении. Отделение продолжает прием заявлений на компенсацию льготного проезда неработающим пенсионерам, отдыхающим на территории Российской Федерации. Пенсионер должен быть неработающим на момент поездки, отдыха и написания заявления. Особое внимание хочется уделить, что отдых должен осуществляться на территории Российской Федерации. Для оплаты льготного проезда к месту отдыха в пределах страны, то есть до границы, гражданин вместе с заявлением предоставляет паспорт и проездные документы. На объединенной гидрометеорологической станции Нарьинмар состоялся торжественный запуск радиозонда, посвященный 185-летию Гидрометеорологической службы России. Флэшмоб прошел одновременно в разных регионах страны. Только на территории северного УГМС праздничный запуск состоялся на семи станциях. В Нарьинмаре, Волокде, Сыктывкаре, Каргополе, Шойне, Диксоне и Архангельске. То есть многие люди думают, что радиозонд, он каким-то образом помещается внутрь шара. Многие думают, что радиозонд – это и есть сам шар. Вот это не так. Он представляет из себя пластиковую коробку, внутри его находится микросхема, батарейка, и к нему прилагаются датчики температуры и влажности. Начиная от поверхности Земли и до конечной точки подъема, радиозонд собирает информацию об основных метеорологических параметрах. Вся эта информация при помощи антенны поступает на монитор компьютера. Эти данные в дальнейшем используются для того, чтобы передать в виде сводки в АМСГ, то есть это аэропорт, который непосредственно использует эти данные для уже полетов своих, для того, чтобы узнать, какие температуры, какие тропопаузы и, возможно, другие какие-то характеристики. Они делают выводы на основе наших данных, то есть на температуре воздуха, на давлении, на скорости ветра, которая находится на высоте, как мы уже слышали, бывало, что и 48 километров. Но они берут данные именно до 15 километров, именно на той высоте, где у нас летают самолеты. Подняться радиозонду вверх помогает специальный шар. При этом, чем теплее воздух, тем выше он взлетит. По словам Любови Поповой, которая 38 лет проработала на метеостанции Наринмар, техникам-аэрологам предшественник современной латексной оболочки был раз в 5-7 больше. Прибор, конечно, был тоже раз в 2-3 массивнее. А потом, ну что, был, значит, как локатор, управлялся двумя штурвалами по горизонту и по вертикали. Ну вот, и потом вычисляли, где он его находится. И прибор выдавал нам данные влажности, ну как и сейчас, только он очень маленький. То есть сейчас более облегченная версия? Сейчас только вспоминали, как газодобывание у нас было. Это что-то. И мы все говорили, у нас работают по три годы. Запуск радиозонда происходит синхронно два раза в сутки, строго определенные часы. В 2.30 и 14.30 по московскому времени. Один из таких запусков посвятили 185-летию Росгидромета. Торжественный запуск радиозонда состоялся одновременно в разных регионах страны. На Ринмаре участие в нем приняли бывшие работники окружной гидрометеорологической службы города. Ирина Никешина, Антон Водряков, телеканал «Север». Глава Наринмара Олег Белак выступил с традиционным отчетом о деятельности администрации за 2018 год. По словам мэра, одно из главных достижений – это повышение эффективности бюджетной политики. Удалось стабилизировать финансовую ситуацию практически на всех городских предприятиях. Так впервые за долгое время администрация закончила год с профицитом в бюджете. О том, что еще важного, прозвучало в докладе, расскажет Олег Хатанзейский. 2018 для администрации Наринмара стал годом стабильного развития. Именно с этих слов Олег Белак начал свое выступление перед депутатами городского совета. В центре внимания бюджетная политика. Градоначальник заявил, финансовое состояние муниципального образования медленно, но верно улучшается. Многие предприятия постепенно выходят из долгового кризиса. Так, например, в прошлом году мэрия профинансировала сразу несколько важных для столицы региона проектов. Во всех муниципальных предприятиях повышена ставка первого разряда. В соответствии с отраслевыми соглашениями, чистый город вовремя закрыл лизинг по технике. По КТС впервые за 10 лет вошел много год без долгов по налогам. Кроме того, по итогам отчетного года город исполнил все взятые на себя обязательства и впервые за последние годы закончил финансовый год без просроченной кредиторской задолженности. Что касается бюджета городской администрации, то прошлый год удалось закончить с профицитом. На языке финансистов доходы превысили расходы. Остаток на балансе 17 миллионов рублей. Олег Белак пояснил. Профицит – результат, в частности, увеличения доходной части казны, а также сокращение количества муниципальных программ с 10 до 7. Подробно мэр Наринмара в своем докладе остановился на работе местных предприятий. Одно из основных по КТС. В штате более 300 человек за минувший год удалось значительно снизить количество инцидентов на объектах тепловых сетей, что напрямую влияет на жизнь всего города. Несмотря на непростое финансовое состояние по КТС, связанное с давними долгами обанкротившихся управляющих компаний, предприятие целенаправленно снижает долговую нагрузку. И, можно даже сказать, это с опережением. За 2018 год задолженность перед ресурсоснабжающими организациями снизилась более чем на 80 миллионов. Отдельно хотел бы еще поблагодарить и Наталью Николаевну, и коллектив за мероприятия, которые были проведены в рамках ОЗП 2018 года. Следующие в списке – чистый город. Олег Белак отметил, пожалуй, нет в регионе другого предприятия, работа которого находилась бы под столь пристальным вниманием. Особенно в зимние и весенние периоды. Содержание дорог, проездов, тротуаров, вывоз ТБО, озеленение и благоустройство – это далеко не полный перечень обязанностей коммунальной организации. Глава Наринмара заявил, несмотря на все существующие проблемы, предприятие развивается. В прошлом году удалось увеличить финансирование чистого города. Кроме того, понимая, что главное предприятие – это люди, мы вместе с вами увеличили ставку по рабочей специальности на 5%. Эта же работа будет продолжена и в этом году. Принято решение увеличить ставку первого разряда на предприятие на 2 месяца раньше, чем у всех бюджетников. То есть, если у нас округ принял это решение с августа месяца, скажем так, те возможности, которые у нас у городского бюджета есть, эта позиция согласована с администрацией округа, понимаем, что работникам чистого города у нас есть возможность увеличить зарплату, и мы это с вами сделаем. В своем выступлении глава Заполярной столицы отметил и работу автотранспортного предприятия. За минувшие 12 месяцев перевезено порядка 2,5 миллионов пассажиров. Выполнено 53 тысячи рейсов. Между тем, уже в июле на линию выйдут сразу два новых автобуса большого класса. Они будут оборудованы специальными устройствами для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Технику купили в лизинг. После выступления Олег Белак ответил на вопросы народных избранников. Депутатов интересует уборка дорог и тротуаров от тающего снега. Ситуация в некоторых районах едва ли не катастрофическая. Ежедневно десятки жалоб. Мэр заявил, силами только чистого города вывезено 54 тысячи кубических метров снега. Это на 30% больше по сравнению с прошлым сезоном. Сегодня сотрудники коммунального предприятия работают в две смены. Увеличена даже штатная численность. Впрочем, мер недостаточно, признался Олег Белак. Главная проблема – нехватка тяжелой техники. Безусловно, требования наших горожан по повышению уровня и доступности, и обеспечению безопасности прохода, они совершенно обоснованы, и нужно их в своей работе учитывать, и планировать в бюджете эти мероприятия. У нас ведь была очень, скажем так, непростая ситуация в чистом городе. Сейчас этой ситуации вроде как таковой уже нет. Все стабильно финансируется. Привлекаются дополнительные для выкачки одной только лужи. Мы привлекли, скажем так, у нас общая сумма израсходованных средств на привлечение стороной техники, если не ошибаюсь, более трех миллионов рублей. То есть это те средства, которые мы уже израсходовали. Глава Наринмара отметил, в планах предприятия купить еще несколько единиц техники. Деньги на эти цели уже есть. Что касается отчета о проделанной работе администрации, то доклад депутаты городского совета приняли. Правда, не единогласно. Девять народных избранников проголосовали за, один против, еще двое воздержались. Олег Итанзейский, Владислав Носкин, Телеканал Север. В собрании депутатов обсудили ситуацию с наличием топлива в поселке Амдерма. В заседании приняли участие депутаты регионального парламента, представители администрации округа и Заполярного района, окружной прокуратуры. Остаток топлива в Амдерме составляет 192 тонны, суточное потребление почти 3,5. Соответственно, при этом расходе топлива хватит на 55 дней. Эти данные сообщил глава Заполярного района Алексей Михеев в ходе совещания. В ближайшее время из Воркуты планируется доставить еще порядка 83 тонн топлива. Кроме того, есть резервы 40 тонн в Каратайке. Кризиса не было. Есть проблемы с несовпадением остатков по учету и фактических. С этим разбираемся. Скажу уже, что на сегодня два заявления в управление Министерства внутренних дел ЖКОМ-сервисом направлены. По факту имеющиеся недостачи. Ситуация в Амдерме также на особом контроле в прокуратуре Ненецкого округа. В апреле сотрудниками была проведена проверка. Вынесен ряд предписаний. Это, во-первых, неисполнение при закупке топлива того акта, который был принят Департаментом строительства, житель, коммунального хозяйства, гельки и транспорта в части нормативного запаса, который должен быть обеспечен. Да, он составляет порядка 500 тонн, должен был быть. Да, это, скажем так, резерв. Второй момент – это имеющееся воплощение в части контроля вообще за рассветанием топлива. И третий момент, который был указан в представлении, это о том, что, несмотря на имевшуюся информацию, которая была в муниципальном предприятии Северо-Комсервисе, и в том числе обращения, которые поступали от исполняющих главы поселка Андерова, ответы на них не направлялись. То есть там было два обращения в феврале, то есть ответы представлены не были. Кроме того, если подтвердится факт хищения топлива, то будут приняты соответственные меры. Вот эта сейчас ситуация, ну, предварительно с тем, что нехватка более чем 220 тонн, она тоже, так сказать, не обрадовала хозяйственный субъект, который за это заплатил деньги. И говорить о том, что они при этом плохо, так сказать, надзирали, ну, может быть. Но мне кажется, тут в большей степени нужно вот этих вот злодеев устанавливать, если факт всё-таки подтвердится, устанавливать злодеев и уже к ним, так сказать, всю строгость нашего взгляда. Энергообеспечение посёлка администрация Заполярного района держит на ежедневном контроле. Два специалиста Северо-Жилкомсервис работают в Иркуте и Амдерме. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север. Александр Цибульский встретился с талантливой молодёжью Ненинского округа. Встреча в неформальной обстановке прошла в детской школе искусств. В главе региона рассказали о текущей работе учреждения, а также показали классы, где занимаются юные художники и музыканты. Затем в актовом зале за чашкой чая школьники рассказали о своих достижениях. Я вас всех поздравляю с вашими достижениями. Вы уже сделали первый шаг к тому, чтобы прославить своё имя. Надо идти дальше, продвигаться каждый в том, в чём интересно, и совершенствоваться, становиться лучшими. Лучшими в чём-то вы уже стали. Как рождаются законы, чем занимается собрание депутатов Ненинского округа и молодёжная палата, образованная при законодательном органе, а также как стать депутатом, узнали ученики Ненинской школы имени Пырерко. Урок прошёл в рамках празднования Дня парламентаризма. Спикеры рассказали ребятам об истории регионального парламента, о том, как устроена законодательная система, как работает окружной парламент. Я думаю, что детям это очень важно знать. Я повторюсь, что немногие взрослые знают о том, чем ежедневно занимается собрание депутатов. Это не только сессия, на которой депутаты голосуют за те или иные законы, но это ежедневная платформная работа, это изучение нормативной базы, это и взаимодействие с другими законодательными органами регионов. Ну и, конечно же, это, я считаю, что необходимая и самая главная связь с населением. То есть, да, мы должны слышать, мы должны видеть те проблемы населения и стараться их решить. О деятельности молодёжного парламента при собрании депутатов рассказал Сергей Рочев. Да, ребят, в первую очередь, хотелось донести о том, что общественную жизнь из своей жизни, так скажем, нельзя вычеркивать. Почему? Потому что, возможно, именно общественная деятельность даст толчок в их карьере, выборе их профессии, в дальнейшем жизненном пути. Поэтому как раз-таки общественная жизнь, она является важной составляющей каждого человека. День российского парламентаризма отмечается в России 27 апреля. Эта дата является днём начала работы в 1906 году Государственной Думы, первого в отечественной истории Демократического института, заложившего основы парламентаризма в России. В Наринмаре прошла уже ставшая традиционной международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». В преддверии Дня Победы все желающие могли проверить знания о самом трагическом периоде истории человечества. В этом году в Наринмаре было организовано 12 площадок. В населённых пунктах округа – 8. Общая явка по региону составила более 1600 человек в возрасте от 9 до 86 лет. Мы должны отдать оценку исторической памяти и затем популяризировать тот подвиг, гражданский военный подвиг наших соотечественников. И, может быть, надо начинать на самом деле уже с детских, дошкольных учреждений, чтобы наши дети знали, что это очень страшно, когда война происходит. И ведь и в нашу округ она очень сильно затронула. Вопросы теста этого года были подготовлены общественными организациями государств, ранее входивших в состав Советского Союза. Таким образом, участники могли узнать о новых именах и событиях, сыгравших важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Напомню, с инициативой проведения теста по истории Отечества и истории Великой Отечественной войны выступили члены Молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации. Впервые тест проекта «Каждый день горжусь Россией» был проведен в 2015-м. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе Телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды.